Друзья, я снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Вот смотрите, прошла неделька. Смотрите, как подросли наши будущие производители. Видите, у них животики такие уже округлые. Я их еще, кстати, не кормил. И сегодня мы, вот сейчас в этом видео, мы их будем отсаживать на нерест. То есть попробуем их отнерестить и завтра утром посмотрим, какой будет результат. Ну, я думаю, будем садить, наверное, по цветам. Тут достаточно самцов, самочек. А там посмотрим, может быть, я думаю, в три нерестовичка мы посадим их. Все, что не посадим сегодня, посадим через три дня, когда отнерестятся эти пары. Вот я подготовил три нерестовичка, как обычно. Столб воды сантиметров 12, ну, от сетки сантиметров 10. Вот, поставил обогреватели. Аэрацию ставить не буду. Думаю, там для трех-четырех рыбок смысла нет это делать. Сейчас посажу производителя и покажу, какие пары у нас получились. Да, еще чуть не забыл. Вода обычная, водопроводная. Не осмос. Просто какая бежит с водопровода, такая залита. Ну, просто она немножко теплая. Да, они вот такие неприхотливые рыбки, что, я думаю, они свободно отнерестятся, как и их родители в обычной водопроводной воде. Итак, что у нас получилось? Значит, в этот нерестовичок мы отсадили вроде бы как одну самочку и два самца такого бордового цвета. В этот нерестовичок посадили зеленых, одна самочка и два самца. Ну, вроде бы как одна самочка, там такая вторая непонятная, ну, вроде как самец. И сюда посадили тоже красных, одну самочку и два самца. Вот, ну, сейчас девять часов вечера, надо было, может быть, раньше это сделать, посадить их, чтобы они немножко прыгли. Но они, видите, уже уединенно находятся в нерестовиках. Они уже начинают играть, видите. Я, наверное, сейчас им сюда еще брошу на переднюю стенку, прикреплю. Мочалка у меня такая есть, ну, кухонная, как субстракт для нереста. И мы, думаю, улучшим им уединение в этих нерестовиках. Это приведет к лучшей оплодотворяемости икры, и, скорее, я думаю, что к нересту. Ну, все, ждем завтрашнего утра. Для вас секунда. 11 часов дня уже. Что я могу сказать? Значит, вот эти вот, друзья, икры у них нет. Тут такое произошло, непонятно. Я утром подошел, смотрю, самочка застряла в сетке. Ну, видите, рыбки не очень крупные. Я так и предполагал, что возможны такие варианты. Но, короче, здесь икры нет. Вот здесь, друзья, тоже икры не было. Вот, видите, самец заскочил под этот, под сетку. Короче, непонятно, икры тоже нет. Вот этих красных. О, вон там самочка, вон, спряталась. А эти два друга залезли сюда. Ну, там я видел под обогревателем пару икринок было там в стороне. То есть, у этих, получается, нерест прошел. Ну, видите, рыбка мелковатая, молоденькая. И поэтому она свободно ячейку 5 на 5 проскакивает. Поэтому надо что-то другое придумать для них. Какую-то помельче сетку дать. Короче, говоря, нерест был, но не у всех. Будем отсаживать их еще через недельку. Сейчас я этих производителей быстренько уберу отсюда. И вечером мы посадим остальных, которые остались. Они тоже ждут попробовать, что получится. Будет нерест или не будет. Попробую с этих выбрать таких, те, что покрупнее, чтобы у нас не получилось осечки, как в этом варианте. Посажу их чуть раньше, наверное, часов в 6 вечера. Не в 9, как тех садил, а чуть пораньше. Чтобы они привыкли к друг другу. И на утро посмотрим. Итак, прошла секунда. Снова вечер. И новые производители. Воду я, конечно, поменял. Но она опять водопроводная. Даже бульбашки он немножко есть. Короче, здесь вот такие сидят. Зеленая самка. Даже две, по-моему, самочки. И самцы. Разнобойные. Здесь тоже. Зеленая самочка. И самцы. Разные. Ну, а здесь покрупнее. Тут оранжевый самец. Красный самец. Ну, это такие они уже повзрослее. И самочка одна. А завтра посмотрим, что эти друзья нам тут покажут, какой результат. Прошла еще секунда. И вот 10 часов следующего дня. Значит, вот. Непонятно здесь, есть икра или нет. Скорее всего, что нет. Вот здесь опять некоторые проскочили туда. На дне чисто. То есть, непонятно, был нерест или не был. Ну, самочка зеленая такая, худенькая. Не знаю. Ну, и вот здесь этот у нас набор производителей. Здесь, по-моему, икра есть. Ну, сейчас я их отсажу всех. Вот. Здесь самочка у нас зеленая одна. А две зеленые самочки. Ну, одна похудевшая, вторая не очень. Короче, отсажу сейчас производителей. И мы посмотрим уже более детально, есть икра или нету икры. Итак, смотрим, что у нас здесь. Ну, вот здесь, видите, видно, что есть икра. То есть, здесь нерест удачный. Икры, конечно, маловато, но она есть. Вот здесь, конечно, ничего нету. Там, где у нас две рыбки плавало под сеткой. Ну, там я посмотрел, пару икринок есть. Ну, не более. То есть, возможно, здесь тоже был нерест, но все съели. Ну, а здесь, не знаю, самочка была молоденькая. Самцы постарше, конечно, но ничего нету. Икры нету. Вот, смотрите, у нас наши производители. Одна самочка вообще толстенькая. Как бы видно, что она не нерестилась. Попробуем сейчас немножко сцедить у них икру. И через недельку, дней десять, опять их посадим на нерест. Хочу вам сказать, что явно выражено икра есть только у двух. Вот, смотрите, вот-вот красненькая одна. Иди сюда, малышка. Ух ты! Бегает. Бегает. Вот мы ее поймали. сейчас попробуем немножечко и немножечко, совершенно чуть-чуть. Вот, смотрите, вот она такая маленькая-маленькая. Сейчас мы потихонечку ей видите, икра выходит, видите? сейчас еще разок попробуем. Ну, видно, что она молоденькая, у нее икра сразу выходит, даже при малейшем прикосновении. Вот, сейчас еще раз. Такая стрибучая. вот и все. Не будем больше ее видеть, вот видно икра. Все пустая. Вот еще зелененькая. Сейчас попробуем зелененькой. вот такая самочка у нас зелененькая. Ну, попробуем, что у нее. А у нее нету икры. Видно, выдавили и покушали. Ну, все, рыбки в общем аквариуме в своем. Значит, какие выводы? Некоторые, возможно, рыбки еще молоденькие. Ну, и надо сеточку, наверное, чуть-чуть помельче. Потому что, видите, рыбки проскакивают под низ сетки. И кормим этих рыбок усиленно живым кормом и замороженным. И через 10 дней попробуем еще икрас отнерестить. Думаю, результат должен быть получше. Все, вот такой заказик подготовил. Тоже здесь по городу. Данюшки, два сомика. и губики. Все, до встречи на канале Разводня как хобби. Пока! Пока!